всем привет и тут небольшие значит тестики сделал nokia n8 сделал значит и фоточки там немножко но есть и даже снял видео на nokia n8 что вы посмотрели качество фотосъемки фото видеосъемки этого аппарата в 2018 году вот собственно даже к вайфаю подключился я фас уже делал распаковочка но там осмотрели просто внешний вид устройства где фокус внешний вид устройства мы просто посмотрели а теперь зайдем посмотрим как он у нас ведет себя в веб-браузеринге этот аппаратик спустя много-много лет после своего выпуска это старенькая модель у нас так сейчас сейчас видим из блокировки не попадаем рабочий стол телефончик у меня уже включен так единственно что у нас тут обновление не это сама не установились вот так как уже конечно не поддерживается этот аппарат очень давно хотя раньше я помню еще пару лет назад по моему обновления приходили какие-то можно было обновить систему и кое-какие компоненты давай подключайся так вот плохо что он не запоминает настройки сети сейчас мы код введем так кнопочки конечно маленькие такие непривычно вообще прям пошло у нас подключение как видите подключено подключился достаточно быстро так здесь у нас кстати меню многозадачности вот такой у нас при зажатии вот этой кнопки длительное нажатие все мы отсюда убрали нет фонов приложений так зайдем в интернет посмотрим что же у нас здесь а здесь ух как он медленно работает просто обалдеть можно нет может подключиться к веб-сайту сайт наверное уже того чуть-чуть сейчас мы попробуем хотя бы что нибудь ну например youtube.com так ну ка что там у нас the font networks like your pc да понятно ну ка ну ка ну ка вот так ну открывает медленно конечно очень работает это просто жуть больно немножко на нем сидеть прям все так туго вообще я даже не знаю будет ли воспроизводиться видео вот у нас главная страничка youtube открылась а как с воспроизведением тут походу надо приложение вручную ставить все потому что так видимо не запустится что-то думает там показывать но что у нас там в трендах творится как всегда полный шлак шурыгина шмурыгина вот уже народ смотрит всякий отстой просто шурыгина шурыгина жму рыгина опять шурыгина какой-то школа новости всякая фигня один мусор в трендах ничего хорошего лучше моего видео в тренды вы это больше пользу было чем шмурыгина так еще у нас там немножко уйдем работает очень медленно так выйдем посмотрим что там у нас еще есть а музыку еще можно кстати послушать и обещал как-то звук послушать чё здесь все звуком а то у нас всякие недалекие гамадрилы рассказывали тут мне я у меня там в прошлом видео звук не получилось включить так они сразу там паникер а у тебя поломанный телефон пришел рефа отстой туда-сюда звук здесь все работает на закачал крэк громкий да исполни неплохо очень даже хорошо звук у нас работает все замечательно чё бы еще тут посмотреть да тут в принципе особо и смотреть нечего единственное что можно сравнить со своим телефоном но это правда будет не совсем корректно телефон уже из разных можно так сказать эпох можно сравнивать мой не макс 2 то конечно nokia n8 с ним по сравнению с ним просто козявка это прям телевизор какой-то вообще огромный телефонище с огромным экраном разница конечно огромная nokia тут по толщине чемпион вообще выглядит колоссальная разница то как раньше будете здесь по моему 35 дюйма экрана у меня 644 в общем очень такой большой экран пофотка его немножко сегодня 8 . получилась прикольно так что еще тут ну тут конечно nokia n8 хоть и очень уже такой примитивный аппаратик для работы ну как как звонилка раньше пойдет на меня не пофоткать так себе и поснимать видео веб-браузинг тоже не они особо потому что но как видите он очень туго работает но единственный его плюс наверно это ксеноновая вспышка на данный момент это пожалуй единственный плюс этого телефона это ксеноновая вспышка ксеноновая вспышка это всегда хорошо но на современные смартфоны уже к сожалению ксеноновую вспышку не ставят и по поводу кстати я уже говорил камера он видите камер шторка камера она закрыта вот есть глюк иногда что когда выходишь полностью из приложения шторка не закрывается в этом начинаются всякие проблемы засветной фотографии и так далее чтобы этого не происходило нужно корректно выходить из программы камера вот не просто там выходить отсюда и вооружать из многозадачности как это происходит то есть сейчас покажу вы к примеру кнопку там нажали да и зашли из приложения неважно вот зашли в камеру и нужно как корректно выход выйти как корректно выйти нажимаете вот эту вот стрелочку все произвел слышал щелчок там произошел то есть камера закрылась вот она закрылась то есть когда она включается она открывается сейчас посмотрите нажмем кнопочку заблокировал телефон открылась и можно делать снимок с ксеноновая спешка работает ударим фотографию так и выходим отсюда нажимая нашу стрелочку не попал все закрылась мы вышли отсюда как вы видите акселерометр работает все переворачивается но только почему-то в одном положении переворачивается только вот так этот телефон кстати еще можно к телеку подключать поскольку здесь есть hdmi разъем можно сюда и мышку подключать и клавиатуру подключать и вообще использовать прям как такой портативный компьютер правда он не совсем мощный но тем не менее это можно делать все интерфейсы для этого у него имеются все можно подключить с ним бог многозадачность начи почистим тут нашу скромную h2 приложение у нас тут на все выгрузили и все замечательно и так можно даже зайти посмотреть в настройки что там у нас данные по устройству интересные есть параметры приложений не знаю что такое телефон установки конечно touch работает очень так туговато как-то непривычно работает а если вы не заметили только то шаришься в интернете во время скроллинга происходит нечто так что же такое microsoft.com вот такая вот ерундой лучше это такое это просто какой-то жестяк так раздражает когда на боку так уходит и об не знают этого проектировщика кто-то тот интерфейс делаю блин по рукам надавал это просто какой-то кошмар 3 все еле подоружается все такое прямо этот самый скроллинг какой-то ужасный скроллинг вообще как-то подвисает что и непонятно прокрутка такая раздражающая долго с этим телефоном не выходим я понимаю что все всему привыкаешь но после xiaomi конечно с этим вот добром как-то такое добро пусть и xiaomi не доведет на добра такой у нас телефончик так что в конце у нас будет видео и фоточки то что смотрим оцениваем там конечно аппарат с неба звезд не хватает ну тем не менее что-то он все-таки может подписываемся на канал ставим лайки обязательно комментирую видео чё бы вот напишите что такое поставить что сделать и как обновить значит систему вот если у кого есть уже опыт пишите пожалуйста вот так что такие вот делишки подписываемся на канальчик всем спасибо пока так вот так вот она снимает nokia n8 автофокуса конечно же нету а а а а а